Есть много хороших наставлений в книге Принча, думаю, прочитаю все 32 главу, чтобы не забирать. Не расходимся, аж 5 см через первую главу. Будем считать здесь 31, пожелания. Уже упоминали, что это 31 глава, но достаточно интересная тем, что там содержатся очень ценные наставления. 31 главе есть такое пожелание мне и для Антона, и для Лены. 31 глава, как известно в книге Принча, содержит очень колоритные наставления в отношении, в основном, большей части жены и меньшей части ближайшей. Но тем не менее, и того, как другого вспоминают, есть вспоминания в этой жизни. 3 глава, вычитаем, прекрасное напоминание. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше женщинга. Уверена, в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытия. Вот здесь одна часть твоего пожелания. Антон, я думаю, для тебя этот вопрос уже не актуален. Кто найдет? Ты уже сказал, я себе уже нашел, да? 2 тысячи людей. Нашел. Вот, поэтому, с одной стороны, есть хорошее напоминание. Если ты нашел, что эта женщина, сестра, жена, которую дал тебе Господь, то цена ее выше женщинга. Поэтому здесь напоминание, что сердце мужа в ней уверено. Поэтому доверяй ей. И тогда бывает, что решения, которые она, может быть, предполагает, могут казаться тебе не совсем подходят к твоему пониманию. Но здесь есть хорошее напоминание, что муж уверен в том, что если жена, она действительно настолько ценна для него, она имеет эту цену как жемчуг, то прислушиваться стоит в жизни, советы пустыми не будут. Далее на этом наставлении, совет мужу прекращается, идет напоминание женщине, вот, о ее ценности для мужа, и ценности ее для семьи. И какое здесь ее напоминание? Добывает шерсть и лед, с охотой работает своими руками. Она встает еще ночью, Антон, ободрение, не только тебе ночью. Вот пока что пожелание было, мы ночью будем вставать вместе. Вот, она встает ночью, раздает пищу в доме своем. То есть, если почитать наставление, то здесь сформировывается образ очень такой смелый, сильный, не только духом, мы физически женщины. Поэтому напоминание здесь хорошее в том, что если, вот, женщина, жена, если она любит Господа, любит свою семью, она будет трудолюбить, она будет владывать, владывать свою семью. Вспомните наставление, что разумная, опять-таки, из книги плечей, разумная женщина, что сделает или жена? Она устроит свой дом чьими руками? Своими руками, внимательными, непартненными, своими руками. Поэтому, здесь сомнение, что если ты будешь любить Господа, любить свою семью, ты будешь прикладывать руки для того, чтобы созидать семью, созидать отчаяни, созидать семью с детьми, с мужем для того, чтобы, возможно, получить ситуацию непростые, возможно, будет работа в окном, где я буду уставать, будет полегче работать. Но в том случае, для тебя созидание же дня. Как будешь созидать, так и боишься. Поэтому, вот, здесь сомнение. И, Антон, хочу для тебя тут тоже задышающее слово сказать, что когда муж видит труд жены, в прошлом написано здесь, встают дети и увлажают её, и муж хвалит её. Много было жён добродетельно, но ты предуславший пир. Здесь пожелание тебе, что, ну, мужчины скупы на похвалу, как у нас такая природа. Здесь напоминание тебе, нам всем, о том, что за любой труд мы бы посчитали слово Богу, ничего не сказали, а женщина хочет, чтобы её похвалить. Поэтому в семье, ну так оно, сейчас оно окажется так всё здорово, вы нарядны, в праздник, вот. Но жизнь, она бывает с разных сторон при помощи, сюрпризы. Поэтому, с одной стороны, ты уверен в жене, ты её благословляешь, ты её поддерживаешь. То есть, со другой стороны, Лена будет вставаться в солидаре час, а ты, со своей стороны, то, видно, бывает, вонит. Потому что любая пограла, она как вода на востоке, то даёт ей силы, просто тянуть. Поэтому, пусть вот это благословит. Продолжаем. Читаем вторую главу. Хорошо, друзья, дорогие. Мы уже, как бы, так немножко засиделись, да? И молодые наши засиделись, заслушались, наставления очень замечательные, да? Давайте вы встанете, да? Вы встанете. Антон, ты уходишь в тот край, Лена, ты уходишь в тот край. Я думаю, что всем будет интересно послушать, а как же, когда они встречались, как они друг друга наследовали. Какими комплиментами они обменивались для того, чтобы сказать друг другу, как же я тебя люблю, как ты для меня дорога или дорога. И что же они об этом сейчас говорили? Понимаете, что интересно, что когда спрашиваешь семейных уже людей, да? То не спрашиваешь их, как они друг друга называли, да? Или дома, как друг друга называют. А детей спрашиваешь, а как папа называет маму? А как мама называет папу? Давайте очень интересные вещи происходят, когда слышат. То происходит, знаете, такое интересное, что или же в доме царит стихи природы, да? Ты мое солнце, ты мой ветер, да? Ты моя буря, да? Или же в доме происходит зоопарк, да? Ты мой котеночек, ты мой ребеночек, ты мой бегемотик, да? А как же все-таки у вас это происходит? Здесь вот я знаю, конечно, мне говорили, я забыл. Люди опаздывают на поезд, им нужно срочно уезжать. Они... Вот так, тёмки-тёмки, поздравления. Мы вам желаем полученного пути, возвращения. Приезжайте. И пусть Господь вас благословит. Если вы хотите что-то еще сказать, скажите. Все далее. Еще увидимся. Очень хорошая фраза. И вам хотят еще подарить что-то. Что-то интересное. Но не вам, конечно. Или не вам. Или не вам. Не знаю. Это магниты на холодильник. Всё. Ну, тёмки. Тёмки. Я их провожу, сказал она. Да? Не спешите. В это время может играть легкая, спокойная музыка. Не спешите. Почему не спешите? Потому что здесь записывается и вывешивается. А потом, когда вы закончите, мы все-таки посмотрим, какие проблемы, в своей жизни не сходите. Или ты имеешь красивые слова для своих жертвых? Начнем. Аачнем шея. Еще один. Не спешите. Погuing. Погuing. У нас субба, у нас субба. Сердейвичка, идоли. В это время записывается и вывешивается. Не спешите, потому что раскидывает в нашей щеке. Эта своя гипска. Вопусник. А, в привычке. Тебе, в авторе это нельзя. Хорошо. Вопусник. 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 А не 좇ит. Вопусник. Вопусник. Вопущение. Вопусник. Заяц Я стараться не буду поймать. Милый. Единственное. Милый. Синный. Синный. Красота. Красота. Добрый. Борис. Мальчик мой. Я, дорогая. Мальчик мой. Золотой. Самая-самая. Моя. Хочу вам пожелать, дорогие Антон, Лена, чтобы ваши жизни не заканчивались хорошие и добрые слова друг другу. Вы знаете, проходят дни, проходят недели, проходят лише сам, и где-то это забывается. Хочу, ну не знаю, жена мне потом дома расскажет, что я сделал это, но я скажу. Она обижается на меня, что я ей не говорю много комплиментов. Максим, ты забываешь? Почему ты мне говоришь, что я тебя люблю? А что ты мне еще хочешь сказать? А какая я? Я понимаю, это моя, моя шутка, но я хочу сделать вам пожелание. Не забывайте. Не забывайте делать это каждый день. Это не должно быть, как, знаете, поставить галочку, я сказал комплиментов. Это должно быть от того сердца вашего, которое вы имеете друг к другу. И они говорили сегодня о том, что любовь, если есть любовь, она продолжается, если это христовая любовь, то это будет всегда, да? Даже если тогда, когда сложная ситуация с жизнью, даже тогда, когда, может быть, кто-то из вас друг друга не может понять, почему именно так. Умейте говорить. Умейте сказать так, чтобы сердце было отданно друг другу. Чтобы ваши слова были приятными, чтобы ваши слова были хорошими. И чтобы даже тогда, когда ты скажешь или она скажет, чтобы это вот ту проблему могло даже вашу решить, которая у вас есть. И мне бы хотелось петь песню, которая говорится о том, что благословен тот дом, в котором живет Господь, в котором у вас предназначен, потому нет страха света. И сам Господь в том доме хозяйства. Благословен тот дом, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы хотели бы поблагодарить ключевых личностей, которые могут помогать нам в этом общении, в том общих обстоятельствах, на всех этих мероприятиях, в этом с этом вместе. Мы хотели бы поблагодарить Диму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!